Теперь о молодежном форуме МАШУК, участие в котором сегодня принял Владимир Путин. Он ознакомился с лучшими инновационными проектами в разных сферах. Защита окружающей среды, донорство, помощь пожилым людям. Все это, как отметил президент, невозможно без участия добровольцев. Людей, которые делают хорошие дела не ради выгоды, а от чистого сердца. О чем еще шла речь и какие идеи понравились Владимиру Путину больше всего? Из Пятигорска. Репортаж Павла Краснова. Форум МАШУК – это место встречи активной молодежи Северного Кавказа. 2000 человек приехали сюда, чтобы получить знания, завести новые знакомства и рассказать о себе. Одна из изюминок этого форума – конкурс молодежных проектов. Проекты, придуманные молодыми людьми из регионов Кавказа, касаются экологии, здоровья и восстановления культурных традиций. Приехав на МАШУК, Владимир Путин ознакомился с лучшими из них. Проект «Трезвая Россия» – основная история, связанная с защитой здоровья наших граждан от алкоголя, табака и маркут. Авторы этого проекта, как следует из названия, пропагандируют трезвый образ жизни, в первую очередь, среди молодежи. Чрезвычайно важное имящее, которое вы занимаетесь. Я, кстати, говорю, за последние годы в стране резко сократился в терминале алкоголя. Это, по сути, антиалкогольная компания, которая оторвается за государством и такими людьми, как вы, которая дает очень хороший результат и которую практически никто не замечает. Она никому не вредит. Не вредит ни бизнесу, ни людям. Когда идет изнутри в спокойном режиме, то приносит наибольший результат. Сразу несколько проектов посвящены очистке планеты от мусора. Ребята из Дагестана проводят акции по сбору отходов в игровой форме, стараясь сделать рутинное занятие как можно более увлекательным. Сейчас, на данный момент, уже проведено около 250 игр по всей стране, в 100 городах России и даже за рубежом. В Нигерии произошло две игры и в Индии. То есть японские болельщики и футболисты с вас, премьер-беды, как я перенесла. Ну, да, с Японией мы тоже работаем. А команда из Ингушетии занимается очисткой городов от пластика. Этот вид мусора самый распространенный и вредный для окружающей среды. Ребята разработали оборудование, с помощью которого отходы можно перерабатывать в востребованную продукцию. Подарив президенту сделанный таким способом планшет, авторы предложили внедрить подобные проекты в российских школах. Не хватает экологического часов, в котором они могли бы больше просвещаться, получать экологическую культуру, в котором они могли бы получать дополнительное образование, раздельное сборье мусора. Хотели бы узнать, как вы относитесь с такой небольшой инициативой. Это хорошее направление деятельности, очень важное, полезное. Вопрос только в том, что это все должно быть расстояно с другими обязательными предметами. Это должны решать специалисты на уровне школы, на уровне республики, на уровне министерства. Я с министром поговорю про священие. В числе проектов, разработанных кавказской молодежью, помощь больным детям, возрождение исторических ремесел и восстановление средневековых крепостей, которые когда-то строили в Северной Осетии. В средневековой Алании существовала такая традиция. Уважаемый гость мог оставить свой знак, свой символ, знак дружбы. Если это возможно, то для наших ребят было бы большой честью, если бы вы поддержали эту традицию. Владимир Путин оставил на двери свою подпись. Объекты материальной культуры, конечно, если они нуждаются в реставрации, в поддержке, это нужно делать обязательно. А то, что делают молодые люди, это вообще прекрасно. Все эти проекты объединяет то, что они придуманы не ради выгоды, а ради помощи тем, кто в ней нуждается. Главной темой форума «Машук» в эти дни вообще стало добровольчество. В год волонтера добровольческие инициативы у всех на слуху. Президент отдельно пообщался с теми, кто принимает участие в волонтерских проектах. И выступая со сцены, еще раз отдал должное волонтерскому движению. Деятельность волонтера далека от получения прибыли. Все это связано с милосердием. Это связано с добротой сердца, с позывами души. Человечество не знает более мощного мотора, чем человеческое сердце. И когда работа, деятельность таких людей, как вы, идет именно от сердца, она достигает максимального эффекта. Поэтому деятельность добровольцев, волонтеров, она, к сожалению, для государства чаще всего эффективнее, чем деятельность бюрократических структур. Один из важных проектов, представленных на форуме, рассказывает о героях нашего времени. Его организовала «Молодая гвардия» — молодежное крыло «Единой России». Проект посвящен людям, совершившим героические поступки. Причем не обязательно взрослым. Отдельный рассказ посвящен героям-детям, о которых даже сняли документальный фильм с символическим названием «Не время для героизма». Один из героев картины, 12-летний Сармат, сумевший вытащить из холодной горной реки своего друга, сегодня тоже приехал на форум «Машук». Президент отметил, юных россиян нужно воспитывать именно на таких примерах. Те, кого принято называть героями, тоже совершают свои поступки. Не ради выгоды, а от чистого сердца. Павел Краснов, Николай Сысоев, Олег Колчков, Екатерина Яровенко. Первый канал. Пятигорск.